Теперь до трех часов ночи общепиту разрешили работать еще четыре часа, но с ограничениями. Об этом не только я расскажу прямо сейчас. В студии Елена Чехомова, это Давича. Здравствуйте. Экспеты прогнозируют рост цен на грузоперевозки в следующем году. А что может подорожать вследом? И как это отразится на покупателях? Мы спросим у специалистов. Двор раскопали, а рабочих не видно. Кировчане жалуются на неудобства на придомовых территориях. В чем причина, разберемся. Провалился пол, а сам подъезд превратился в полосу препятствий. В доме на Свердлова один. Коммунальное ЧП. Стараются и многое делают своими руками. А что из этого получилось, покажем. В районах области вовсю готовятся к Новому году. В правительстве региона приняли важное, пожалуй, для многих кировчан решение. Предприятия общепита и сферы развлечений теперь могут работать до трех часов ночи. Запрет на работу после 11 вечера снят. Однако, как сотрудники, так и посетители кафе, ресторанов и баров должны иметь сертификаты вакцинации от коронавируса. Напомню, в регионе по-прежнему действуют QR-коды для посещения салонов красоты, организаций сферы развлечения и отдыха, фитнес-клубов. Эта мера коснулась ателье, объектов ремонта и технического обслуживания, автотранспортных средств, магазинов стройматериалов, средств связи, бытовой техники и электроники, ювелирных изделий и других. Кстати, Кировская область демонстрирует высокие темпы вакцинации и находится в числе регионов-лидеров. Более 660 тысяч жителей привелись от коронавируса. Улицы Цеховая, Жуковского, перекресток Казанская и Труда. Все эти участки объединяет одно – коммунальные раскопки. И ведутся они как попало, сокрушаются кировчане. Почему в одних случаях власти сообщают, что закрывают проезд для проведения ремонта, но его нет, а в других наоборот раскопки ведутся, но об этом никто не знает. Ульяна Издакова попыталась разобраться. Пенсионерка Евгения Югринова с удивлением разглядывает объявления на ограждениях вокруг очередной аварии на улице Цеховой. Судя по бумаге, раскопки должны были закончиться еще 20 декабря. На дворе 24 число. Из ямы по-прежнему идет пар, ни рабочих, ни техники на месте нет. Женщина говорит, раскопки на Цеховой тянутся из года в год. И каждый раз без предупреждения. Коммунальщики просто вскрывают асфальт, а жителей в известность не ставят. Они что, деньги отмывают тут? У нас такое создается впечатление. Уже давно можно заложить платиновые трубы. Ведь сколько денег потрачено. Каждый год копают, каждый год закапывают, кладут асфальт. Снова разбивают, снова копают, снова кладут асфальт, снова закатывают. В другом месте копают. А еще вокруг раскопок установили таблички. Объезд через соседние дворы. Теперь возмущается другая жительница Наталья Табатчикова. Дворовая территория вдоль домов под Цеховой 6 и 8 превратилась в магистраль. Женщина уверена, весной из-под снега оттает разбитый асфальт. Асфальтное покрытие во дворе не предусмотрено для того, чтобы такая нагрузка шла на данное полотно асфальтное. Кроме того, мамы с колясками выходят из подъезда. Дети выходят играть во двор. У нас тут магистраль. Совершенно невозможно выходить. Сюрпризом для автолюбителей стало и перекрытие дороги на перекрестке Казанской и Трудан. Дорогу перекрыли еще в прошлую пятницу 17 декабря. Тогда же в эфире Бюро новостей давящего выходил материал на эту тему. Срок окончания работ значился как 22 декабря. Однако, что мы видим на табличке, срок окончания работ перенесли на 17 января. Парадокс, если учесть, что прямо во время съемок рабочие спешно закидали яму щебенкой и утрамбовали покрытие трактором, заявив, что работы окончены. И подобных аварий с непонятными датами по городу немало. Три свежих примера – раскопки на Горбачева, Орловской и Жуковского. А бывает наоборот. Пишут, что улица перекрыта, а на самом деле это не так. К слову, по закону администрация на своем сайте обязана размещать подробную информацию обо всех нюансах, связанных с изменением движения. В администрации сами этим недовольны и сообщают, что им не передают эту информацию как раз коммунальщики. С чем это связано, мне тоже хотелось бы узнать у них, почему они не сообщают, почему они не считают должным предупредить жителей, которые вообще-то платят им за услугу достаточно большие деньги, если мы говорим о теплоснабжении. Коммунальщики в ответ. Всю информацию в администрацию мы отправляем в обязательном порядке. Впрочем, насчет цеховой свою недоработку в теплоснабжающей компании признали. Наверное, вопросы к нам, потому что есть сроки, и если мы за эти сроки выходим, наверное, действительно эту информацию нужно дополнительно как-то разъяснять. Не самая проезжая улица, и там есть улица Дублера, есть где проехать. Но с точки зрения удобства людей, да, наверное, необходимо эту информацию дополнительно сообщать. Работы ведутся по необходимости. На перекрестке Казанской труда, к примеру, обнаружили утечку. Пришлось устранять. А бесконечные прорывы труб и нарушение сроков ремонтных работ на цеховой связаны с тотальной изношенностью коммуникаций. К 30 декабря раскопки точно закончатся. Заверили в Т+. У Лины Издакова, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича. Два-три километра пешком по обочине в морозы. Таков путь до школы теперь у ребят в городе Орлово Кировской области. С нами связались местные родители. Они переживают за свои детей и за себя. А все потому, что теперь у них не стало городских муниципальных автобусов. Раньше ездить на работу и учебу здесь могли с 6.30 и 7 часов. Было несколько рейсов утром, днем, вечером. Теперь же, по словам наших телезрителей, в Орлов и по самому городу ездят лишь газели-частника. И бывает это очень редко. Начинаются рейсы поздно, днем их нет совсем, вечером только в районе 5 часов. Дети не успевают в школу, взрослые на работу, невозможно доехать на автобусе домой, потому что его просто нет. При этом такси в каждую сторону по Орлову стоит примерно 100 рублей. Местные жители говорят, что ездить за такие деньги для них непозволительная роскошь. А отпускать детей пешком по обочине в морозы в долгий путь к школе они боятся. Население Орлова 6 тысяч человек, здесь две школы и три детских сада. Городской маршрут отменили. Ездит только частник. Он ездит от нашей остановки 8.00. Дети ездят в школу. Это очень неудобно. А вот как мы должны добираться до своей работы, например, к этому же 8 или пол-восьмому, это неизвестно. Ну хотя бы он возит. А так, как добираться, на чем? Понятно, детей отправишь на 8 часов. А уж сам как, только такси или пешком. Но в мороз пешком не пойдешь и 2,5 километра. Это временно. Ответили нам по поводу проблемы с автобусами в администрации Орлова. Глава ведомства объяснил, что прежний подрядчик обанкротился. Его счета заморожены. Выполнить обещанные 8 рейсов в день он не может. Частник же согласился помочь, чтобы жители не остались без сообщения вовсе, но не имеет автобусов, чтобы выполнять все заявленные поездки. Ситуация возможно решиться в середине января после нового конкурса на оказание услуг. На следующий год уже конкурсная документация сделана. На конкурсной основе мы выдвигаем также 8 рейсов по часовой с разницей 40 минут. Может быть кто-то и заявится, и не наш подрядчик. Тут есть возможности. Может еще кто-то будет. Ведь такая же проблема у нас и в районе. Ко мне уже многие обратились. Я сам ведь в такой же ситуации. Внимание автомобилистам! 25 декабря с 8.30 утра до 12.30 будет перекрыто движение грузового транспорта по мосту на улице Камуны. Об этом сообщили в теруправлении Нововятского района. В это время там будут бурить скважины для геологических изысканий, для проектирования моста. Проезд лихового транспорта по улице Камуны будет свободным. Вышел из подъезда и ноги не переломал. Уже удача. Жильцы дома номер один по улице Свердлова почти месяц живут без пола в подъезде. Достучаться до управляющей компании удалось только при помощи депутата ЗАГС Собрания. Пол начали ремонтировать. Но жильцы дома сомневаются, надолго ли хватит такого ремонта. Своими опасениями они поделились с Еленой Шарыгиной. Пол сгнил уже давно, рассказывают местные жители. Держался на честном слове. Чтобы можно было пройти, люди кидали доски. В один момент покрытие не выдержало и рухнуло. Попутно сломав трубы с горячей водой. Кипяток лился несколько дней. А сейчас там прорвало, так вы знаете, что тут было? Парище. Парище и все намокло. И вверху все намокло. Сыро. И в квартире-то уже даже начало пахнуть сыростью. Ну вот так и живем, еле ходим. Бывает, что и падаем. С тех пор выйти и зайти в подъезд – настоящий квест. Управляющей компании предлагали только одно – писать заявление. Что жильцы и делали. Да только бумагами пол не застелишь и трубы не заменишь. Обратились к Сергею Ушакову. Он помощник депутата Заксобрания Михаила Ковязина. Вместе получилось достучаться до администрации города. Там, в свою очередь, подтолкнули к действиям управляющую компанию. Наняли рабочих для замены труб. На протяжении двух дней вода просто бежала, бежала, бежала. Вчера я уже, жители уже со слезами звонят. Я вышел на заместителя главы администрации Зутина Сергея Анатольевича, чтобы побыстрее как-то разрушить эту проблему. После обращения в администрацию, сегодня прислали рабочих, начали вроде как восстанавливать. Казалось бы, развязка близка. Доски привезены, рабочие занимаются трубами. Вот только не внушают людям доверия эти стройматериалы. Уж больно тонкие, говорят жильцы. Сколько прослужит такое покрытие? Вопрос риторический. Елена Шарыгина, Александр Нестеров, Бюро новостей Дайвича. Эксперты прогнозируют рост цен на грузоперевозки в следующем году. А как это отразится на покупателях? Об этом и не только мы поговорим во второй части нашего выпуска. Не переключайтесь. Это Дайвича и мы продолжаем. Транспортные услуги в России могут подорожать до 25%. Грузоперевозчики заявляют о росте цен и уже начали информировать своих клиентов об изменении в тарифах. На ком еще это может отразиться и что будет с ценниками в магазинах, выясняла Зоя Попцова. Зоя, скажи, пожалуйста, почему грузоперевозчики идут на такой шаг? Знаешь, может показаться, что грузоперевозчики почувствовали власть и решили подзакрутить гайки. Потому что в этом году было бурное развитие онлайн-торговли и это вызвало рост спроса на грузовой транспорт. Но на самом деле повышаются тарифы из-за того, что все дорожает. Дизельное топливо, запчасти и увеличение стоимости обслуживания. Одна из основных причин – это все-таки увеличение цены дизельного топлива, которое за год выросло на 16-19%. И на него приходится половина затрат грузоперевозчиков. Повышение цен коснется как перевозок на большегрузных, так и на небольших автомобилях. При этом стоимость услуг может измениться в зависимости от направления и вырасти от 15 до 25%. Вслед за транспортными расходами готовьтесь и к росту цен товаров на полках магазинов, отмечают грузоперевозчики. Цена на грузоперевозки поднимается в самую последнюю очередь. В первую очередь поднимается цена на топливо, поднимаются сборы, штрафы. И поэтому грузоперевозчик – это последний, кто поднимает цены на свои услуги. Потому что он поднимает цену уже, когда совсем уже он работает себе в убыток. Но я так понимаю, что клиенты грузоперевозчика будут искать тех, у кого минимальный тариф. По словам специалистов, некоторые компании уже ведут переговоры или рассматривают предложения от других представителей отрасли. Сегодня я пообщалась с экономистом Олегом Свиридовым. И вот он считает, что маленькие компании или частники вообще могут не выжить в грядущей конкуренции. Потому что, например, крупные фирмы имеют свой автопарк, своевременный ремонт и следят за расходом топлива. У кого-то там затраты меньше, более новые машины, расход топлива ниже. Контроль за расходованием топлива ниже. То есть они могут поднять цену меньше, чем остальные. Они выживут. Те, у которых машины постарше, расход топлива хуже. ГСМ требуется больше. Те, значит, будут в цену не укладываться. И от их услуг будут отказываться. При этом, например, в контейнерных перевозках тариф вырос вообще в несколько раз. И, впрочем, и мы, и бизнес сейчас переживаем тот момент, когда все растет. От тарифов ЖКХ до сырьевого сектора. А вот что говорит о росте тарифа на грузоперевозки президент Вятской торгово-промышленной палаты. Это вполне обоснованный рост. Потому что, опять же, мы возьмем даже просто инфляцию 8%. Мы посмотрим на рост заработных плат. А это тоже серьезная нагрузка на бизнес. Потому что, по оценке Росстата всего, фонд оплаты труда растет сейчас очень серьезно. Я считаю, что мы там бессмысленно что-то предпринимать для того, чтобы вернуть это на предыдущий уровень. Тем временем, представители Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузоавтотранс» попросили власти повлиять на ценообразование на топливо. И направили уже обращение в Федеральную антимонопольную службу Минэнерго и администрацию президента. Спасибо, Зоя. А мы продолжаем. Отремонтировали квартиру сироте, заменили окна в поселковой школе. А впереди большие планы. Председатель законодательного собрания Кировской области Роман Береснев побывал с рабочим визитом в Оречевском районе. Об итогах поездки наш следующий сюжет. Бесплатное жилье в Оречах капиталина Бусыгина получила от муниципалитета как сирота. Однако в квартире было невозможно жить. Об этом на прямой линии она рассказала губернатору Игорю Васильеву. Была поставлена задача провести ремонт. Вопрос на контроле держал Роман Береснев. В итоге в квартире полностью заменили окна и полы. Поздравляю с Новым годом. Сказать, что вот это тебе подарок. Своебразная елка желания, да? Смеха когда-то пожелания. Хочу в ремонт квартиры у нас и получил. На особом контроле председатель ОЗС держит и состояние социальных объектов. Новые окна появились и в средней школе поселка Левинцы. Здание было построено в 1988 году и сейчас требует обновления. Минувшей весной Роман Береснев приезжал в школу вместе с министром образования региона Ольгой Рысевой. Определили этапы ремонтных работ. В этом году замена окон, в следующем ремонт кровли. В итоге в школе на пластиковые заменили все 125 окон. На это потребовалось 3 миллиона 700 тысяч рублей. В следующем году в планах обновить кровлю здания. Мы сможем создать еще лучшие условия для развития детей. Тем более, что опять же в этом году, 1 сентября, были открыты 3 новых класса, 3 новых лаборатории, которые были сделаны компанией на НОЛЕК за счет своих средств. Во время визита в Оречевский район председатель областного парламента встретился с коллегами-депутатами Оречевской районной думы, где подвели итоги года. Несмотря на те сложности, которые нам выдал 21-й год, мы в общем и целом его прожили очень и очень достойно. И когда появляются новые производства, новые объекты, 17 декабря новая линия в компании НОЛЕК по производству вакцины КВИВАК. Она встречена о дружбе новой предыдущей. Завершаются работы и пуск нового фельдческого кружевского пункта в печали и в офисе врача общей практики в Ленинске. Впереди большие планы, особенно в области дорожного строительства. В Оречевском районе новая глава, новый главный врач в ЦРБ. Новые люди, новые планы, поэтому нужно двигаться дальше, отметил председатель областного парламента. А сейчас важные новости для тех, кто следит за эфиром Девятка ТВ. Финальный розыгрыш грандиозной акции охоты за подарками 31 декабря в 11 часов. В прямом эфире Девятка ТВ мы подарим множество крутых призов. Фирменный мерч Девятка ТВ, сертификаты в магазины и рестораны города и главный приз – умная колонка. Розыгрыш проводится среди всех охотников месяца. У вас еще есть возможность поучаствовать в акции. Смотрите эфир Девятка ТВ. Желаем вам удачи. Районы Кировской области преображаются. Несмотря на запрет массовых мероприятий, жители региона с нетерпением ждут главного зимнего праздника. Да и новогоднее оформление главных улиц, площадей и дворов поднимает настроение горожан. О том, как изменились Вятские поляны, Белая Холуница, Зуевка и не только, расскажет Ольга Мартынова. Таинственные ели, снежные сугробы, деревянные горки. В Подосиновском районе Кировской области Дед Мороз точно побывал. Главный волшебник зажег огни, включил иллюминацию и даже подсветил хоккейную площадку. Преобразилась и Белая Холуница. Вечером на главных улочках и фасадах старинных зданий весело подмигивают гирлянды. А перед Домом культуры красуется особое чудо-елка. Днем горожанам поднимают настроение снежные фигуры. Не только новогоднее убранство, но и сама атмосфера зимней Белой Холуницы создает ощущение сказки, делится Оксана Савельева. В маленьких городах нередко хватает даже просто их природных изюминок или особенностей архитектуры, чтобы придать территории нарядный вид. Достаточно вот этого белого снега, пушистых вот этих ветвей, чтобы придать городу действительно вид нарядный и такой праздничный, кружевной. На главной площади в Зуевке, раскинув пушистые ветви, стоит величественная зеленая красавица. Пока новогоднее деревце не украшено, зато уже поделится лесным ароматом. А вот юг области Вятские поляны сияют праздничными огнями. Здесь царит торжественная обстановка. Золотая звезда на елке, разноцветные фонарики радуют и больших, и маленьких. Здесь размещены две детские горки, которые даже несмотря на холодную погоду радуют детишек нашего города. Одной из новогодней декораций являются светодиодные фигуры. Многие жители фотографировали с ними в прошлом году. Думаю, что и этот год не станет исключением. Дополнительные средства на украшение нашего города в этом году не тратили. В ближайшие дни площадь планируют дополнительно украсить снежными фигурами, чтобы каждый горожанин улыбнулся и поверил в новогоднее чудо. Ольга Мартынова, Бюро новостей, Довича. Оперативно следить за новостями вы можете также в наших социальных сетях. А еще пишите нам, присылайте видео на номер, который вы видите на экране. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. В студии работала Елена Чехомова. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok